80 лет назад дата 28 июля стала судьбоносной для нашего города. Именно в эту дату Брест был освобожден Красной Армией от немецко-фашистской нечисти. Из 56 тысяч жителей до этого момента остались в живых только 14 тысяч человек, переживших страшную войну. В память об этом ежегодно на площади свободы у памятника освобождения собирается множество неравнодушных людей, чтобы отдать дань памяти бессмертным героям и возложить цветы. Сегодня незримой нитью идет связь и времен и поколений для того, чтобы, наверное, не дай Бог повторить те ужасы войны, про которые мы слышали от наших дедов и прадедов. Сегодня основной целью, наверное, и праздник, который сегодня объединен и 80-летие освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков и День города – это и гордость, и память, и слава за тех, кто дал нам эту свободу. Всего у нас чуть больше 120 человек, из которых 26 ветеранов. Это люди, которые, наверное, своей силой и волей, несмотря на все тяготы жизни, оставались верными себе, своей родине и сегодня могут, наверное, нам, молодым, поддержать и сказать теплые слова, несмотря на то, что эта война унесла и родных, и близких, и нанесла, наверное, непоправимый урон, в первую очередь, для нас, белорусов. В торжественной церемонии участие приняли все без исключения. Это и представители власти города и предприятий, организации общественных объединений, ветераны молодежи, а также участники многоплановой акции «Дорогами славы». Каждый из них не только почтил память и возложил цветы к монументу, но и стал свидетелем передачи городу копий штандартов 1, 2, 3 белорусских и 1 прибалтийского фронтов, войска которых освобождали белорусскую землю летом 1944 года. Из рук почетных гостей реликвии приняли учащиеся военно-патриотических классов, учреждений общего среднего образования. Штандарты фронтов, войск освобождавших республику Беларусь, передать. Шагом марш. Три, раз, три, два. Символично будет день освобождения Бреста и всей территории Республики Беларусь, все четыре штандарта, чтобы это была память нашим молодым поколениям, которые не видели войну и, слава Богу, что не видели, чтобы они это сами помнили, своим детям передали, внукам и правнукам с таким наказом, чтобы это никогда больше на нашей земле не повторилось. Потому что война – это самое страшное, что может быть. Это скорбь, это потери, это лишения. Пусть они строят нашу Беларусь, крепят ее, чтобы на нашей красивой стороне было всегда мирное небо. Молодые люди намерены этот наказ беспрекословно выполнить. И с этим бесспорно согласен Александр Коваль, ученик патриотического класса средней школы номер 26 в городе Бреста. Напоминать нынешней молодежи о том, как наши предки воевали и защищали нашу родину – это предельно важно, потому что множество людей могут не знать об этом. Но преподаватели нам всегда объясняют, что это было, война была сейчас в мирное время. Это очень важно. Важно услышать и запомнить, что в нашей жизни самое важное и главное – это мир. Как нигде ты понимаешь на святой земле Брестской крепости. А потому торжественное мероприятие продолжилось именно в мемориальном комплексе, где возложили цветы к вечному огню. Символично, что и на священной земле легендарной цитадели завершилась акция «Дорогами славы», основная цель которой – еще раз подчеркнуть весь трагизм событий для Беларуси, связанных с Великой Отечественной войной. Сегодня все патриотические силы, начиная с Федерации профсоюзов, как самой большой общественной организации, сегодня здесь, сегодня вместе, сегодня едины. И мы с большой гордостью, с большой радостью сегодня отмечаем завершение операции «Бахартион», которая закончилась здесь, в Бресте, 28 июля 1944 года, освобождением полным Брестской крепости и города Бреста. Акция «Дорогами победы» с 23 июня со Светлогорска начата была чествование наших героев, наших ветеранов. Конечно же, основной целью было еще раз подчеркнуть весь трагизм событий для Беларуси, связанных с Великой Отечественной войной. И радостью, конечно же, победы после того, как наша страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания, акцентировал внимание на том, что в результате операции «Бахартион» была освобождена не только Беларусь. В ходе операции «Бахартион» была освобождена значительная часть Польши, Красная Армия вышла на рубеж реки Вислы, был освобожден город Люблин, там, кстати, сформировано народное правительство. Была освобождена большая часть территории Литвы. Вместе с нашими бойцами бок о бок сражались, кроме народов Советского Союза, также бойцы войска польского, сражались бойцы 16-й краснознаменной стрелковой литовской дивизии, сражались партизаны литовские советские. Но их имена почему-то не хотят помнить сейчас на их родине. Мы знаем почему. Потому что для некоторых политиков вот эта память, она убийственна. Это память, которая объединяет народы, это память, которая свидетельствует о правде, о правде нашей победы, о ценностях, ценностях антифашизма. Может быть, сегодня мы не знаем всех имен тех, кто освобождал Брест и кто погиб, но мы не имеем права забывать то, что они сделали для нас ценой своих жизней. А потому в память о героях, по традиции, военнослужащие Брестского гарнизона прошли торжественным маршем. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.